Нам сегодня ничего не мешает провести изыскательские, проектные, ну и далее строительные работы по строительству школы. Старые здания вдоль тепличной снесут, траву выкосят, участок разровняют. Здесь построят школу на полторы тысячи мест. Архитекторы Самарского института на безвозмездной основе предоставят проект, но его предстоит адаптировать к ландшафту местности и климату Преамурья. Нам еще понравилось, что здесь можно предусмотреть именно не мягкую кровлю, а шатровую, что по нашему климату мы знаем, сколько мы уже кровель школ отремонтировали и проблемы остаются, а шатровая кровля – это эксплуатация довольно-таки приличная. Возведение здания может начаться уже в 2019 году. В планах и строительство школы на 1200 мест и детского сада на 320 в 800 квартале. Участок земли в полтора гектара подойдет. Укладка коммуникаций – основная сложность. Мы должны сделать все для того, чтобы жители этого квартала имели возможность учить своих детей, приводить дошкольные учреждения своих детей. Но прежде чем решить эту задачу, нам нужно решить вопрос с подведением сюда тепла, потому что те ресурсы, которые были изначально, они все заложены в этом квартале, они уже все реализованы. А еще власти ищут возможность возвести новые корпусы у четырех детсадов – на Политехнической, Кантемирово, Комсомольской и Ленина. В Благовещенский путевок ждут почти 6000 малышей до трех лет. Если построят здание на Ленина, оно примет сразу 80. Родители спрашивают, интересуются, что есть такая территория, что если возможно, чтобы построили дополнительный детский сад. Чтобы как-то уменьшить очередь, взять деток с двух месяцев до трех лет – это тоже востребованный возраст. В уже действующие детсады в этом году выдали 3615 путевок. Их посещают в общей сложности 13 292 малыша, на 300 больше, чем в 2016.